Я представляю слово Андрею Викторовичу Девяткину, который расскажет про клещевой и эксодовый борелез в московском регионе. Он профессор научный, не буду зачитывать, 4-й главный управление научный руководитель по инфекции, профессор кафедр, нескольких кафедр, был какое-то время главным врачом в московской инфекционной больнице. Мы с ним давно работаем, давно дружим. Единственное, у меня просьба, у вас 30 минут, исходно было 60 слайдов, как мне сказали. Поскольку у нас постоянный конфликт на тему времени доклада, стараемся сложиться, чтобы мне вас не прерывать. Я через 30 минут включусь. Спасибо большое, уважаемый Павел Андреевич, уважаемые коллеги. В условиях пандемии коронавирусной инфекции все забыли о том, что в мире и вокруг нас существуют другие болезни, которые никуда не делись, которые, можно сказать, нас ждут и могут быть у каждого. Тема нашего сообщения – клещевой иксодовый боррелиоз. Напомню, что это заболевание относится к природно-очаговым инфекциям, куда включены инфекционные болезни, общие для человека и животных, которые существуют длительное время в природе, образуя природный резервуар инфекции и так называемый природный очаг. Природный очаг – это та территория, на которой происходит непрерывная циркуляция возбудителя определенной инфекционной болезни среди диких животных при отсутствии человека. В то же время, если человек идет в этот природный очаг, он может заразиться и заболеть этим заболеванием. Первыми учеными, которые сформулировали представление о природных очагах, о природно-очаговой инфекции, были наши соотечественники. Это Заболотный, Данил Кириллович и Павловский Евгений Никонорович, которые создали в итоге учение о природной очаговости болезни. Основные природные очаговые инфекции в Московском регионе представлены на этом слайде. Напомню о монографии моего учителя Бориса Павловича Богомолова, который отразил эти инфекции еще в 2007 году, инфекционные болезни, подстерегающие в Подмосковье. Что касается самых распространенных природно-очаговых инфекций в России, как это не удивительно, основная природно-очаговая инфекция – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Более 13 тысяч случаев и рост за последний год в три раза. В то же время возрастает значение клещевых инфекций. В частности, ежегодно более полумиллиона наших граждан обращаются по поводу присасывания клещей за медицинской помощью. В 2019 году таковых было 580 тысяч обращений. Общее число случаев клещевого боролиоза в Российской Федерации в 2019 году – более 8 тысяч случаев. Это 30% рост, тогда как число случаев клещевого вирусного энцефалита достаточно стабильно. Около 2 тысяч случаев в год в 48 субъектах Российской Федерации. В Москве в 2019 году было зарегистрировано более полутора тысяч случаев клещевого и ксодового боролиоза на 60% больше, чем в прошлом году. Обращений по поводу присасывания клеща было более 23 тысяч. Общее число заболевших боролиозом в Московском регионе составляет более 20% от всех случаев заболеваний в Российской Федерации. Клещевой и ксодовый боролиоз – инфекционно-трансмиссивное природно-очевовое заболевание, вызываемое спирохетами комплекса баррелий. Передаются клещами, имеют наклонность к длительному рецидивирующему течению, характеризуются полисистемностью поражения с преимущественным увеличением в процесс кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Впервые сообщения о клещевом боролиозе появились в конце 70-х годов в США, где в небольшом городке Лайм были выявлены больные ювенильным ревматоидным артритом, возникающим после укуса клещей в сочетании с мигрирующей кальцевидной эритемой. В последующем было установлено, что это заболевание описывалось ранее в Европе как эритема Авзелиуса в начале 20 века, а при дальнейшем изучении литературы выяснилось, что подобные кожные поражения описывались еще в конце 19-го, начале 20 века и другими немецкими и австрийскими исследователями. Французские врачи обратили внимание на поражение нервной системы в сочетании с мигрирующими пятнами на коже. В 1948 году шведский микробиолог Карл Ленхоф впервые обнаружил спирохеты в образцах кожи, пораженной мигрирующей эритемой. О возможной роли переносчиков клещей в развитии кожных проявлений упоминали многие врачи в 40-е и 50-е годы 20 века. Основной переносчик возбудителя клещевого бролиоза иксодовый клещ был окончательно установлен в 1970 году. В 1981 году Вилли Бургдорфер в США впервые выделил от клещей спирохетоподобные микроорганизмы, которые представляли собой новый вид рода Боррелия. И этот микроорганизм последующий получил вот такое название Боррелия Бургдорфери. Американскими исследователями этот организм был выделен из крови и спинномозговой жидкости заболевших людей, у которых в последующем обнаруживались антитела к возбудителю. Это позволило полностью выяснить эпидемиологию и теологию болезни. В России данное заболевание именуется как клещевой иксодовый бролиоз или болезнь Лайма, как ее назвали в США, был впервые серологически выявлен сотрудниками института имени Гамалея под руководством Коренберга в 1985 году. С 1991 года иксодовые клещевые бролиозы были включены в официальный государственный перечень заболеваний, регистрируемых на территории Российской Федерации. Возбудители относятся к семейству спирохет, роду Боррелия. Род насчитывает 54 вида. Спирохета представляет собой узкую и святую спираль, грамм отрицательный, культивируется на обогащенных питательных средах, что обращает внимание, что штаммы Боррелии, которые выделяются в Европе, отличаются от американских по морфологической структуре, плазмидовые. Предполагается, что с этим могут быть связаны особенности клинического течения болезни на разных континентах. На этом слайде показаны возбудители, относящиеся к роду Боррелия, которые вызывают и подозрительные в плане возникновения заболеваний и заражения этими возбудителями у человека. Доказана патогенность трех основных видов Боррелий, которые вызывают Боррелие с кожными поражениями. Это Боррелия Буркдорфери, Боррелия Горини, Боррелия Авзелии. Боррелия Буркдорфери в итоге чаще всего вызывает поражение суставов. Боррелия Авзелии в 90% случаев вызывает кожные поражения, а Боррелия Горини может вызывать поражение нервной системы. Кроме трех Боррелий, которые вызывают кожные поражения, Боррелия с кожными поражениями, есть четвертый патогенный вид Боррелий, который был открыт уже в конце 20 века, называется Боррелия Миоматоид. Это так называемые безперитемные формы клещевого Боррелиоза. Так выглядят Боррелия в мазках крови под обычным световым микроскопом, Боррелии в темном поле. Эпидемиология заболевания сейчас окончательно установлена. Природным резервуаром этой инфекции являются многие позвоночные животные и птицы, переносчики иксодовые клещи. В Европе и России два вида клещей – лесной клещ – иксодос рецинус и таежный клещ – иксодос персулкатус. В США основным переносчиком является иксодовый клещ – иксодос домини. Характерна весенне-летняя сезонность, соответствующая наибольшей активности клещей. Эндемичными по болезни лайма в нашей стране являются Ярославская, Ленинградская, Тверская, в том числе Московская области. Географическое распространение клещевого бриллиоза сходно с ареалом клещевого энцефалита, что обуславливает возможность заражения двумя возбудителями и развития смешанной инфекции. Для окружающей больной человек опасности не представляет. На этой карте показано распространение клещевого бриллиоза, и Москва и Московская область относятся к региону с умеренным распространением. Так выглядят основные переносчики – таежный и лесной клещи. Отличия между ними достаточно небольшие. Более такая мохнатость у таежного клеща, в отличие от гладкого лесного клеща. Это самцы и самки клещей. Эпидемическую опасность представляют только самки, которые питаются кровью теплокровных животных. Это ротовой аппарат клеща, с помощью которого клещ вбуравливается в кожу, губы отходят в стороны, и вот этот стилет фиксируется в коже. Глубина проникновения 1-1,5 мм. Это увеличенный в размерах лесной клещ, эксодовый клещ. Видно, какой мощный хитиновый панцирь. Поэтому удалять клеща без инструментов нельзя. Можно травмировать мягкие ткани, и гемолимфа, содержащая возбудитель, может вызвать заражение человека. Установлено, что на человека нападают только взрослые самки клещей, а заболевание развивается только при кровососании зараженного клеща. Частота выявления присасывания клеща у заболевших в различных природных очагах составляет до 80%. Обычно клещи подстегают прокормителей вдоль троп животных, где они обнаруживаются в наибольшем количестве. Клещи могут переползать на людей, ухаживающих за домашними сельскохозяйственными животными, которые приносят их на себе после выпаса на опушках леса. Клещ, попавший на одежду, мигрирует под одежду и присасывается в труднодоступный осмотр места с нежной кожей. Питание клеща продолжается несколько дней, до 6 дней, обычно нечувствительно, так как слюна содержит анестезирующие вещества. На этом слайде показан жизненный цикл эксодовых клещей, из яиц вылупляются личинки, потом образуется промежуточная форма нимфа. И вот бывают случаи, когда есть очевидная клиника болезни, а факта присасывания клеща нет. Одним из возможных объяснений, заражение клещом мог быть укус нимфы. Нимфа не занимается кровососанием, но если человек, допустим, сел на скамью, где эта нимфа находилась, она может просто укусить и, соответственно, вызвать заболевание человека. Еще одна точка зрения, почему есть случаи боролиоза без упоминания факта присасывания клеща, это возможное употребление некипяченного молока коров или коз в природных очагах, в частности, в московском регионе. Это размеры эксодового клеща. Видно, что клещ достаточно небольшой по размерам. А это клещ после кровососания. Этого клеща мы удалили у одного из наших пациентов. Размеры с 2-3 мм увеличиваются до 1 см, максимально до 15 мм. Первичный эффект в месте присасывания клеща у нашего пациента. По данным Центра эпидемиологии города Москвы, только за 6 небольших месяцев 2020 года было обследовано 17 тысяч клещей, доставленных населением. Из них около 3 тысяч имели положительную реакцию на эксодовый клещевой боролиоз. То есть частота заражений клещей в московском регионе составляет почти 17%. На карте Московской области показаны районы, где клещи наиболее инфицированы. Это северо-восточные и некоторые южные районы Московской области. Патогенез клещевого боролиоза. Возбудитель проникает в организм при укусе клеща со слюной. В коже развивается кальциидная эритема. Микроб размножается внутри клеточно. Погибая, боррелия выделяет экзотоксин. Истоком лимфы разносится по всему организму, поражая различные органы и ткани. Развиваются иммунопатологические реакции. Возбудитель может длительно сохраняться в организме человека преимущественного лимфатической системы. Но самое главное, что во все периоды болезни, даже через несколько лет после заражения, можно обнаружить живых спирохет. Поэтому показано проведение антибактериальной терапии в любой срок от начала болезни. Стадии патогенеза достаточно хорошо изучены. Это первая стадия локализации, фиксации и размножения в месте входных ворота. Диссеминация по организму и последующая фиксация в органах. Стадия органных поражений. В соответствии с этими стадиями разработаны подходы классификации данного заболевания. Единой всемирно признанной классификации нет. Но в нашей стране наиболее широкое применение имеет классификация, предложенная в конце 90-х годов группой авторов из Санкт-Петербурга во главе с академиком Лобзинным Юрием Владимировичем. Обращаю ваше внимание, что выделяют латентную манифестную форму, эритемную безэритемную форму, а по течению острое и подострое хроническое течение. Почему я фиксирую на это внимание? Потому что многим кажется, что хронические формы на всю жизнь и никогда не закончатся. Но принцип выделения хронических форм в инфекционной клинике – это существование симптомов болезни более 6 месяцев. То есть если заболевание длится более 6 месяцев, это хроническая форма. Соответственно, после лечения хроническая форма может также закончиться, как и острое и подострое. В клинической практике, которой пользуемся, в частности, мы в нашей клинике, заболевания рассматриваем по трем основным стадиям. Первая стадия – ранее локализованная, длится от нескольких дней до месяца. Характеризуется появление эмигрирующей эритемы, региональной лимфоденопатии, лихорадки, интоксикации. Вторая стадия – стадия ранней диссеминации, длится от нескольких недель до полугода. Повлечение в воспалительный процесс органов и системы. Третья стадия – позднее, длится от нескольких месяцев до нескольких лет, характеризуется поражением различных органов и систем. Инкубационный период от 2 до 30 дней, описанный случай от 1 до 53 дней, выделяют ранней и поздней периоды болезни. В раннем периоде две стадии. Первая стадия – ранее локализованная, вторая – диссеминированная стадия. Ранее локализованная стадия длится до 30 дней, характеризуется острым-подострым началом, с общими симптомами и интоксикациями, которые встречаются где-то у 15-16% больных с высокой температурой. И очень важный патогномоничный принцип – симптом, признак, что на месте присасывания клеща у 60-80% больных появляется основной симптом боролиоза – кальцевидное покрасение кожи или эмигрирующая кальцевидная эритема. У 6-8% больных первая стадия боролиоза протекает субклинически, то есть без клинических проявлений, и еще у 15-ти где-то процентов с интоксикацией без эритемы. Вот так выглядит кальцевидная эритема, место присасывания клеща и кальцевидное воспаление вокруг этой зоны. Эти фотографии взяты из интернета. Следующие фотографии – это уже наши пациенты. Мы начали наблюдать подобных больных. С начала 2000-х годов – кальцевидные эритемы, место присасывания клеща. Здесь тоже след от присасывания клеща с пигментацией. И вот таких больших размеров кальцевидные эритемы, так как в начале 20-го века многие врачи, в частности дерматологи, не были знакомы с этой инфекцией. Больные получали лечение десенсибилизирующими препаратами и гормональными мазями. Еще один случай кальцевидной эритемы в больной. В 2008 году заразилась на территории Москвы в Черемушевском районе. Клещевой эксодовый боррелиоз у жителей Москвы. Видите, с распространением, с достаточно большой зоной распространения эритемы, на туловище, на плече, подлопаточной области. Еще один такой же случай. Это наша сотрудница, которая обратила внимание на небольшой зуд покраснения. Пришла спросить, что это такое классическая картина клещевого боррелиоза. Это такой же случай. След присасывания клеща уже без каких-то симптомов. Точечки не видно, а кальцевидная эритема достаточно яркая. Обратите внимание, серонегативный клещевой боррелиоз. Дело в том, что антитела к боррелиуму образуются не ранее, чем через 3 недели от присасывания. Поэтому очень часто, если мы возьмем ксерологию в ранние сроки, мы увидим отрицательный результат. Раньше такие случаи рассматриваются как серонегативные. Еще некоторые наблюдения. Это рубцовые изменения, так как место эритемы некоторыми нашими коллегами рассматривается как инфильтрат. И вот в данной ситуации было вскрытие этой зоны. А здесь пигментация в месте бывшей эритемы. Это последний случай. Буквально неделю назад к нам обратилась жительница Москвы, которая живет в Тульской области на даче. Вот 20-го числа присосавшийся клещ в правую молочную железу. После удаления клеща появилась краснота без признаков воспаления зуда. Температура не повышалась. Ситуация расценена как классическое проявление клещевого боррелиоза. Начато лечение антибиотиками. Вторая стадия, диссеминированная в раннем периоде, характеризуется гематогенной лимфогенной диссеминацией возбудителя и имеет клинический полиморфизм, так как возбудитель может проникать в любые органы и ткани, вызывать моно- и полиорганные поражения. Сроки проявления различны. Наиболее частыми проявлениями является неврологическая или кардиальная симптоматика. Появляется симптоматика у 10-15% больных в течение трех месяцев после начала болезни. Неврологическая симптоматика. Не идеальные симптомы. Парезы черепных нервов, чаще всего фасциальный парез. Радикул неврит. Кардиальная симптоматика не специфическая. Брадикардия, неприятные ощущения в сердце, нарушение ритма на ЭКГ, ритма и проводимости, удлинение интервала КУТЭ. В отдельных случаях развивается миоперикардия. Но когда мы имеем молодого человека и видим изменение кардиограммы, диффузного характера, очаговые изменения, всегда надо подумать о том, нет ли здесь боррелиоза. Поражение кожи может протекать вторичными кальцевидными элементами, ритматозной сыпью, лимфоцитомой, ну и возможные неспецифические клинические проявления в виде конъюнктивита, хориолитинита, бронхита, гепатита, архита. Очень характерный признак для второй стадии – это слабость и утомляемость. Вот диссеминированная стадия, диссеминация возбудителя, вторичные очаги, это фотографии из доступного интернета, это наше наблюдение. Присасывание клеща в наружную поверхность правого бедра и подобный же очаг на левом коленном суставе. Еще один случай, это случай октября 2019 года, обратился пациент с такой большой мигрирующей ритемой, с начала мая появилось красное эпидро небольших размеров, ничего не делал, не проводил, никакого лечения никуда не обращался, в последующем пятно увеличилось и появились свежие очаги. Вот тоже фаза диссеминации. Начато лечение антибиотиком с хорошим результатом через 21 день. Как один из вариантов диссеминации возбудителя, доброкачественная лимфоцитома. Это место входных ворот, вот место присасывания клеща, там образуется гипериммунная реакция в виде инфильтрата. Вот эта лимфоцитома, и специфический инфильтрат, в общем-то является проявлением болезни. Она может пройти сама, но лучше в этой ситуации назначить антибиотикет. Наблюдение наших коллег-драматологов, вот лимфоцитомы в области обровной дуги и ушной раковины. Третья поздняя стадия болезни формируется у 10-40% больных через 6 месяцев, 2 года после начала болезни. Типичное поражение суставов, так называемый лимартрит, поражение кожи в виде хронического атрофического акродерматита и хронические неврологические синдромы, напоминающие по срокам развития третичный период нейросифилиса. Поражение суставов может быть по типу мигрирующих артрологий, доброкачественного рецидивирующего артрита, либо хронического прогрессирующего артрита. Вот так выглядит хронический атрофический акродерматит. То же самое, фиброзные узлы на предплечьих. И интересное наблюдение нашей пациентки, когда эту пациентку положили в кожное отделение нашей больницы по поводу воскулита. После расспроса выяснилось, что это заболевание имело связь с присасыванием к пищам. Сирологическая диагностика продемонстрировала подтверждение ламбаролеза и больной была назначена антибактериальная терапия с хорошим эффектом. Таким образом, клиническая диагностика отражает различные стадии болезни. На первой ранее локализованной стадии типичными симптомами являются мигрирующие ретемы, лимфоденит и интоксикация. Вторая стадия ранее диссеминированное нарушение на ЭКГ. Множественные очаги от сева в виде ретематозных очагов, лимфоцитома, артралгия и миалгия, сирозный менгит и другие поражения нервной системы. В поздней стадии хронический атротический акродерматит, артрит, энцеполомиелит, периферическая нейропатия. Очень важно, что мы собираем эпитанамнез и связываем эти симптомы с фактом присасывания клеща или пребывания пациента в зоне природного очага по клещевому боррелиозу. Лабораторная диагностика боррелиоза основана на серологических исследованиях. ПЦР-диагностика боррели в Болдорфере в крови оказалась малоинформативной. В ликворе частота выявления ДНК боррели не превышает 40%. В серозной жидкости суставов менее 20%. Серологические реакции основаны на выявлении либо титра антител, это реакция непрямой иммунофлюресценции, либо обнаружение ранних специфических иммуноглобулинов М. Дополнительный метод диагностики это иммуный блот или иммуночип, который ставится по иммуноглобулину М и иммуноглобулину МЖ к различным антигенам боррелиям. Диагностическое значение является выявление двух антииммуноглобулинов М к двум антигенам боррелий либо к пяти антигенам выявления иммуноглобулина G. Обращаю внимание, что срок появления антител после трех недель с момента присасывания клеща, поэтому выявить антитела в ранней стадии не всегда удается. Чем позже мы возьмем сирологию, тем больше шансов на обнаружение иммуноглобулинов М. И обратите внимание, что иммуноглобулины М могут сохраняться длительное время, месяцы и даже годы. Поэтому обнаружение иммуноглобулина М при отсутствии клиники будет говорить, может быть, о реконваленценции после параллеза, особенно если проведен полноценный пост лечения. Лечение должно быть комплексом, включает и теотропные патогенетические средства с учетом стадии болезни. Первая стадия болезни требует назначения антибиотиков. Репаратом выбора является доксициклин или индоксилютаб, доза 100 мг одна капсула два раза в день внутрь в течение 10-14 дней. Либо цевтриаксон один раз пять дней, либо амоксицелин 500 мг три раза в день, либо макролиды. Здесь мы написали вильпрофен, так как этот препарат мы можем назначать и беременным женщинам, и молодым мамам, кормящим грудью, в отличие от всех других антибиотиков. Вторая и третья стадии болезни заключается в назначении инфузионных антибиотиков внутривенно или внутримышечно и препаратом выбора является цевтриаксон два грамма в сутки, которые назначаются во второй стадии и в третьей стадии на 14 и даже на 28 дней. Прогноз зависит от своевременной диагностики адекватности атеотропной терапии. После перенесенного заболевания формируется нестерильный иммунитет и возможно повторное заражение через 5 и более лет. Профилактика боролиоза заключается в борьбе с клещами, предупредительных мерах по недопущению присасывания клещей. Специфическая иммунологическая профилактика отсутствует, были попытки создания вакцин, но сейчас от создания вакцин отказались, потому что возможно применение антибиотиков сразу после присасывания клеща и фактически профилактика боролиоза. Существует эксная антибиотика профилактика эксодового клещевого боролиоза, которая основана на данных эпитанамнеза, факт присасывания клеща и результат их исследований клеща на боррелии. То есть если мы в удаленном клеще обнаружили боррелии, мы вправе назначать антибиотики, не дожидаясь клинических проявлений. Это может быть однократное введение бицелина-5, это может быть введение цифтриаксона внутримышечно 1-2 грамма в сутки 1 раз в день в течение 3-х дней. Ну а с точки зрения здравого смысла наиболее практично назначать антибиотик доксициклин 1 капсула в день на 5 дней. Кроме клещевого боролиоза, клещами на территории Российской Федерации передаются и другие инфекционные заболевания. В частности, клещевый боролиоз без эритемной формы моноцентарный религиоз человека грануцентарный оплазмус человека клещевой вирусный энцефалит толеремия геморрагическая крымская омская лихорадка возвратный клещевой тиф марсельская лихорадка как один из вариантов марсельской лихорадки астраханская рикесиозная лихорадка клещевой тиф северной Азии и ку лихорадка. Но все эти инфекции имеют свой регион пребывания. Для московского региона наиболее актуален эксодовый клещевой баррелиоз моноцентарный рейхиоз и грануцентарный анаплазмус. Эксодовый клещевой баррелиоз без эритемной формы был изучен в конце 20 века когда в Японии затем в США и в Европе в клещах рода эксодес обнаружили новый вид баррели баррели амиоматои в 2002 году эти возбудители были обнаружены в клещах обитающем на Дальнем Востоке нашей страны и в Сибири а в 2003 году баррели амиоматои была выявлена в клещах собранных на территории Урмутской республики и выявлено у 58% больных без эритемной формы клещевого баррели в том же регионе клиническая картина этого баррели сходна с клиникой клещевых возвратных лихорадок вызываемых другими баррелями в основном это гриппоподобная симптоматика интоксикация возможности рецидивирующего течения лабораторная диагностика только методом ПЦР и театробная терапия такая же как и эксодовом баррели с кожными проявлениями основной препарат это доксициклин что касается моноцитарного рельхиоза и анаплазмоза человека эти инфекции имеют природный зерво в виде млекопитающих переносчиками являются те же самые эксодовые клещи поэтому сезон заболеваний весна и лето возбудитель попадает в кровь человека со слюной клеща эрлихи размножаются в мононуклеарных лейкоцитах анаплазма в грану цитарных лейкоцитах инкубационный период в среднем две недели клиника заболевания напоминает общий интоксикационный синдром аналогичный при гриппе и заболевание доброкачественное через неделю температура снижается и самоизлечение для диагностики проводят лабораторные исследования профилактика клещевых инфекций заключается в защите от укусов клеща проведение коррецидной обработки природных очагов ну а что касается специфической профилактики то один способ такой профилактики это экспресс-диагностика инфицированности клещей то есть удаленного клеща нужно доставить в лабораторию центра гигиены и эпидемиологии города Москвы либо центрально научно-исследовательский институт эпидемиологии где этот клещ будет обследоваться на зараженный с вирусом клещевого дисципалита или баррелия при обращении в лабораторию необходимо предоставить информацию о дате территории на которой произошло присасывание клеща оставить контактный телефон по показаниям проводится исследование крови пострадавшего на наличии антител не ранее 14 дней после присасывания клеща здесь есть адреса лаборатории которые проводят исследования удаленных клещей переграфских переулок маршадское шоссе новогиреевская улица дом 3а заключение хотел бы сказать о том что предупредить нападение клещей значительно легче чем лечить болезни которые передают рекомендуется во время пика активности клещей не посещать без необходимости лес находясь в лесу соблюдать правила личной профилактики одежда должна быть максимально закрытой образцом для профилактики является так называемый противоэнцефалитный костюм сейчас мы его покажем каждые 2 часа пребывания в лесу проводить самые взаимосмотры использовать отпугивающие клещи средства весной и в начале лета не приносить домой букеты лесных цветов ветки черемовки на которых могут оказаться зараженные клещи тщательно осматривать животных после выгула в лесных парках в аптеках продаются специальные инструменты для удаления клещей это пинцеты и специальные приспособления с помощью которых легко можно удалить присосавшегося клеща вот с помощью такой вот ложечки с помощью петли в быту используется обычная нить нить обвязывает между основанием головка клеща и кожи человека затем растягивая концы нити в стороны вытягивают из тела нельзя давить клеща пальцами и ногтями опасность инфицирования место укуса обрабатывается растворами антисептиков и после удаления клеща клещ отправляется на диагностику а пациент должен быть осмотрен врачом поликлиники вот так рекомендуется одеваться во время выхода в лес это противоэнцефалитный противотищевой защитный костюм это извлечение клеща с помощью прочной нити в заключении вот такой общий слайд об инфекциях предающиеся клещами обращаю внимание что профилактика эксодовых клещевых бролиозов кратким курсом антибиотиков снижает риск развития заболевания до 0,1% благодарю за внимание спасибо не пройдет еще нескольких лет и вы будете просто укладываться в отведенное вам время спасибо так вы немножко на 5 минут в этот раз только на 5 минут и я вас даже не прервал обращаю внимание так друзья показываю вот эту вот игрушку да с петелькой она специально для того чтобы вынимать клещей значит тут есть один вопрос я не очень могу перевести с русского на русский я со своих детей сняла около 40 личинок клеща крошечного размера менее миллиметра интересно на нас с мужем взрослых они не присосались а на детях менее миллиметра присосались я плохо слышу звук очень слабый повторите пожалуйста значит со своих детей сняла около 40 личинок клеща крошечного размера менее миллиметра Есть такие личинки клеща? Честное слово, я удивлен. Личинки клеща на человека не нападают. Они питаются на грызунах, на диких животных. Где же столько личинок клеща? Скорее всего, это были настоящие клещи. Самки клещей. Но менее миллиметра. Клещи сами маленькие. Если они еще не насосались кровью, они как раз 1-2 миллиметра. Это не личинка. Ну, ладно, не будем спорить. На диагностику определить, что это за вид. Менее миллиметра, это все-таки не 2 миллиметра. Клещ прекрасно различим глазами. Его видно. Менее миллиметра вы можете, в общем, не заметить. Ну, бог с ним. В общем, непонятно. Если не присосались, то опасности заболевания никакой нет. Опасности нет. Потом надо определить, что это такое. Может быть, это какие-то другие обитатели. То есть клещам они имеют достаточно... Ну, я поэтому, да, и говорю, что это непонятно, что. Еще вопросы. Вот я пока не вижу вопросов. Единственное... А, в вопросах я сейчас посмотрю. Так. Самый эффективный антибиотик для лечения болезни Лайма у детей 6-8 лет с минимумом побочных реакций. Ну, что касается детей, здесь некоторая специфика есть. Все-таки доксициклин, тетрациклиновый ряд является наиболее эффективным препаратом первого ряда. Вторая группа – это макролиды. Я предложил вельпрофен, но может использоваться и азитромицин, и кларитромицин в течение 5 дней. Но препарат, который надежнее всего – это тетрациклиновый ряд. Насколько я помню, у детей применение тетрациклинов разрешено после 8 лет. Поэтому здесь надо посоветоваться с педиатром и выбрать антибиотик. Ну, тут коллега настаивает, что личинки клеща посылали в фото, присосались. Ну, присосавшиеся личинки, к сожалению, так же опасны, как и все остальные. Поэтому нам просто повезло, что не передалась патология. Ну, их можно повредить, в том числе и на возбудители, что-то в них было. И, конечно, потом сделать заключение. Для этого есть специализированные учреждения, это институт паразитологии Морциновского. Все такие случаи можно представить там, и обсудить с специалистами вид этого переносчика, и, соответственно, заболевание, надо лечиться или не надо. Хорошо. Я бы еще выделил в этой теме сегодняшний поражение центральной периферической нервной системы. В какой-то степени это перекликается с постковидным синдромом, поскольку все эти поражения, они носят не специфический характер. Они все-таки скорее аутоиммунные, иммуннокомплексные, и могут быть связаны, я об этом говорил тоже, с самыми разными возбудителями, в частности, с возбудителем болезни Лайма. И, ну, вот надо, я не знаю, как ее лечить в хроническом состоянии, но, может быть, что-то найдем. Надо пробовать плазму ФРС, у меня нет опыта, к сожалению, я пока только... Я могу сказать, что, Павел Ильич, у нас Лаймборолиоз все-таки не является тяжелым заболеванием. В основном это амбулаторные случаи, то есть больные без интоксикации, без высокой температуры, то есть те случаи, которые описывали в США, у нас встречаются крайне редко. То есть я не видел ни одного случая серозного менингита в орелиозной этиологии. Порезы лицевых нервов бывают, но они все хорошо идут на инфузионной антибактериальной терапии, в частности, стандартное назначение цепториаксона, 2 грамма в сутки, минимум на 14 дней. Павел Ильич, я говорю про хронических формах, не про острых. Форма, она же ведь по времени хроническая. Вот 6 месяцев после присасывания клеща, после начала болезни, это хроническая форма. Но мы назначим цепториаксон, и все пройдет. У нас нет тяжелых случаев, у нас нет, так скажем, серьезных осложнений. У нас либо кожные поражения, либо суставные поражения, либо нервные поражения. Опять же, не специфические поражения. Вопрос в том, насколько там надо убирать вот эти иммунопатологические комплексы. Возможно, кому-то это и потребуется. Но это надо индивидуально смотреть. Но это надо изучать. Я к тому, что это пока малоизучено. Ну ладно. Хорошо, спасибо большое. Тогда мы продолжаем дальше.